здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны и если кому-то понадобится индивидуальная консультация по данным видео будет находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап если кого-то заинтересуют курсы таро также пишите получите подробную информацию также у меня есть ссылки на дополнительные мои каналы сегодня онлайн гадание на четыре короля этот расклад для женщин девушек больше подойдет потому что здесь вы будете загадывать своего мужчину король жезлов это огненная стихия если у вас есть таковый мужчина вы можете определиться с первым вариантом второй вариант это у нас король кубков это водная стихия вода здесь жезлы огонь здесь у нас кубки вода король мечей стихия воздуха и король пентакли это стихия земля определяетесь выбирайте своего короля первое первое его мысли о вас его мысли какие его мысли мы будем смотреть на короля жезлов мысли о вас чувство к вам как будет он действовать ближайшее время и что он от вас скрывает король мечей стихия воздух это король жезлов это король жезлов следующий король кубков его мысли о вас его чувство к вам как будет действовать в ближайшее время и что он от вас скрывает король мечей стихия воздух его мысли о вас чувство к вам как будет действовать ближайшее время и что скрывает и король пентакли стихия земля его мысли о вас чувство к вам как будет действовать ближайшее время и что он скрывает а я начинаю работать итак король жезлов здесь мысли старший аркан смерть по всей видимости у вас была конфликтная ситуация потому что мысли у него очень тяжелые можно так сказать что-то его как будто гнетет что-то его обидела возможно вы его как раз таки обидели мысли тяжелые осознать у него идет осознание того что все рано или поздно заканчивается отношения попали в тупиковую ситуацию что-то исчерпало уже себя то ли вам нечего ему предложить то ли ему больше нечего вам предложить у него есть кстати желание но намерение разорвать отношения если вы в браке значит кризисная тяжелая ситуация наступила каковы его чувства к вам сожалению четверка мечей говорит о стагнации ему хочется побыть одному здесь опять идет какая-то обида то ли вы его смертельно ранили то ли предали но здесь может быть еще другой вариант то что по первому варианту человек мог встретить другую женщину чувств нет сожалению как будет действовать в ближайшее время будет думать только о себе о своих удовольствиях о своих человек может так сказать эгоистично себя ведет он хочет наслаждаться жизнью он хочет получать удовольствие но так как он хочет а не так допустим как может быть как вы бы хотели как вы ему предлагаете и что на самом деле он от вас скрывает и здесь туз жезлов а у него новое знакомство у него есть новое увлечение у него любовное приключение вспыхнула страсть вот вот что он скрывает у него так как раз таки идет вдохновение но не вашу сторону у него прям знаете можно так сказать эмоциональная эмоциональная наполненность но к сожалению не вами новая любовь это первый вариант это первый вариант это первый вариант и так второй вариант второй вариант и у нас король кубков король кубков какие у него мысли тяжелые мысли такое у него вот у него прям какой-то как штурм идет. Вроде и жалко вас бросить, и тяжело. Угнетение идет. Все-таки он в мыслях опять-таки переваривает какие-то конфликтные ситуации. Есть такой момент опять-таки тяжести. Что-то его тяготит. Здесь какая-то идет игра. Знаете еще в каком плане? Он, может быть, показывает на публике, что у вас все с ним хорошо, а по факту, ну, ничего хорошего. Возможно, так же и вы вместе с ним играете в эту игру. Что у него в чувствах? Шестерка мечей. Здесь опять-таки новые эмоции и новая влюбленность. Перемена. Его ждут перемены. У него идет душевный порыв, но так как мы смотрим-то, мысли по отношению к вам тяжелые, значит, и по чувствам у него новый порыв, но не в вашу сторону идет. Он хочет отправиться к новым берегам за новыми приключениями. Как будет себя проявлять? Как он будет действовать? Вы знаете, он будет находиться в закрытом положении и будет сомневаться. Он немножко тут как бы нерешительно себя ведет, но во всяком случае есть напряжение. Между вами напряжение растет, и это напряжение никуда не денется. Будут конфликтные какие-то небольшие такие склоки. Ситуация неопределенная. И действовать он так же будет. Спонтанно, нерешительно. Пытаюсь усидеть на двух стульях. Что от вас скрывает? Старший Аркан Луна. Старший Аркан Луна показывает на наличие любовницы. Это как раз-таки ложь, обман, иллюзии. Скрывает то, что у него могут быть какие-то романтические переписки. Много чего скрывает по Луне. Нет открытости. Нет вообще открытости. Все покрыто тайной, потому что есть что скрывать. К сожалению, как-то вот второй вариант. Итак, у нас следующий король мечей. Это у нас стихия воздуха. Его мысли о вас. Взвешение идет своих перспектив. Вы знаете, он почему-то думает о том, что как раз-таки здесь вы стоите перед выбором. Как будто вы что-то выбираете. Не он, а вы. И он думает о вас то, что вы как будто нерешительны в чем-то. Есть какая-то вот проверка. То ли вы его проверяете на прочность. Что-то у него есть какие-то сомнения по поводу вас. Вы знаете, есть такая у него еще мысль. Либо это для вас как, можно так сказать, транзитный пассажир. Либо этот человек останется с вами. Вот сомнения. Либо подождать удобного случая. Вдруг подвернется какая-нибудь другая женщина. И вы, по всей видимости, что-то сомнимаетесь. Поэтому как-то у него здесь есть сомнения. Его чувства. Знаете, есть проявление некого такого интереса. Но здесь, скорее всего, в контексте страсти. Больше, скорее всего, каких-то телесных наслаждений. Нежели, вы знаете, от чувствов нежности, привязанности. Много страстей. У вас, скорее всего, сексуальная совместимость есть. Человек темпераментный. Несмотря на то, что он стихия воздух. Воздух, они немножко более холодны и эгоистичны. Как он будет действовать? Он будет к вам проявлять интерес. Будет вам что-то предлагать. Возможно, новые какие-то поездки. Куда-то будет вас ангажировать. Пригласит вас. Во всяком случае, на данный момент есть у него желание получше вас узнать. Получше вас разобраться. Если вы находитесь уже в союзе давно. Ну, допустим, вы в браке. Будет какое-то предложение. Предложение по-иному рассмотреть ваши отношения. Что от вас скрывает? У него есть какая-то загруженность. У него есть печаль. Во всяком случае, он размышляет над тем, что он имеет. Опыт, знания. И вот это состояние его тяготит. От того, что он много видит, много думает, он находится в некой такой печали. Ну, можно так сказать, в унынии, в состоянии уныния. Он не хочет вам этого показывать, то, что у него творится на душе. Но, возможно, не совсем вам доверяет. Либо же не хочет вас расстраивать. Это третий вариант. у нас был мужчина воздух. Теперь у нас мужчина земля. Мужчина земля. Девочки, кто выбрал стихию земли? И моего мысли. Здесь идет эмоциональная наполненность. Он прям, знаете, погрузился в это состояние. Но могу так сказать, есть влюбленность, есть привязанность. Он очень, несмотря на то, что это стихия земля, ему нравится с вами говорить, беседовать. Ему нравятся телесные какие-то наслаждения. Потому что здесь он по своим мыслям полностью погрузился в это состояние эмоциональное. У него могут быть доверительные к вам отношения. Интерес вы в нем вызываете. Здесь идет, понимаете, прям эмоциональная наполненность. Он думает, что вы та женщина, которая сделает его счастливым. Вы ему даны по судьбе. Ну, в общем, вот так. В чувствах. Однозначно яркий к вам интерес. Потому что здесь королева жезлов. Тут даже на карте мы видим мужчину, как он что-то нашептывает девушке. и пытается всячески на себя обратить внимание. У него есть к вам чувство. Есть именно к вам чувство. Как будет действовать? Но в данный момент здесь выпадает тройка мечей. Скорее всего он как раз таки будет действовать, но вы его отвергаете. Вы почему-то как-то вот что-то у вас есть какое-то сомнение. Скорее всего. Потому что по тройке мечей здесь человек получает сердечную боль, сердечное ранение. но как-то вот в общем тройка мечей вообще говорит о предательстве. Как ни странно. что он скрывает? Двойка пентаклей. Вы знаете, вот несмотря на то, что так все хорошо начиналось, здесь есть какое-то какие-то отношения без обязательств. Вы получаете друг от друга удовольствие, да? Но по итогу ничего серьезного. Знаете, здесь есть проблема выбора. Как будто либо у вас, либо у него есть еще какая-то альтернатива. Понимаете, несмотря на то, что он предпочитает вас сейчас, всячески вас пытается обольстить, у него есть еще варианты. Потому что человек успевает развлечься и там и сям. Возможно, вы выбираете из двух мужчин, но здесь речь идет то, что он скрывает. А он как раз-таки скрывает то, что у него еще есть какой-то интерес к одной женщине. Возможно, женщина, которая как-то его интересует и трогает его струны души. Вот по этому варианту я могу сказать теперь вот у меня полная картина образовалась. Человек всячески, да, он вас люблен, он всячески вас хочет обольстить, но по итогу возможно здесь как раз-таки он вам разобьет сердце. Потому что по этой карте, что он скрывает, у него есть еще один вариант девушки-женщины. Могу сказать, что сегодня такой расклад получился очень интересный. Не выпало ни на одного из королей ну можно так сказать гармоничного расклада, чтобы было все прекрасно и замечательно. Возможно вот так вот. Если вдруг не срезонировал мой расклад, значит это не ваш вариант, значит это не ваш расклад. Значит вам нужна индивидуальная консультация по поводу вашего избранника, вашего мужчины. Я желаю вам всем любви, мирного неба над головой, берегите себя, берегите своих детей.